Это произошло несколько лет тому назад. Как-то раз в гостях у подруги я познакомилась с одной девушкой по имени Настя. Она была немного странная. С собой она принесла блюдца, свечу, спички, лист бумаги с буквами и еще с чем-то. Как потом выяснилось, она никогда не расставалась с этими атрибутами. Заниматься спиритизмом она начала после трагической смерти ее молодого человека. В надежде хоть что-нибудь узнать о нем, она решила обратиться к духам. Во время сеанса дух ей сказал, что ее парень жив и скрывается. Поверив этой лжи, она попалась на крючок и все чаще и чаще стала обращаться к этому занятию. Ее все это захватывало настолько, что она уже нуждалась в постоянном общении с духом. Ей было неважно, где она находится и что о ней подумают люди. Я в то время даже понятия не имела о спиритизме, и поэтому из любопытства согласилась поучаствовать в сеансе. Весь вечер мы просидела над блюдцем, вызывая духов и разговаривая с ними. Конечно, в возрасте 18 лет все такое кажется необычным и интересным. Нас привлекало то, что блюдце двигалось от буквы к букве, образуя слова и предложения, и то, что мы получаем ответы на наши заданные вопросы. Мы с подругой часто стали заниматься этим на досуге. Как и все неверующее, я тогда не знала Бога, а только слышала немного о нем, но зато я узнала, что есть сатана, и ад реально существует. Если сначала все было безобидно, то потом нам стало не до смеха. Последние сеансы были практически одинаковыми. Только теперь не было нужды вызывать Духа, как только клали на бумагу блюдца, оно начинало двигаться. Дух говорил, что он всегда здесь. Диалоги между двумя сторонами переросли в большой монолог, полный угроз и нецензурных выражений. Он постоянно говорил, что пришел за нами, что он ждет нас и хочет, чтобы мы были с ним. По наш вопрос, как это сделать? Он отвечал однозначно, самоубийство. После этого мы прекратили наше занятие. Но на этом все не кончилось. Меня стал преследовать страх, и только Иисус помог избавиться от него. Он сказал, что он Господь, и он сильнее всякого страха, и я поверила ему. А Настя настолько сильно погрязла в спиритизме, что однажды, когда мы ее встретили, мы подумали, что она сошла с ума. Она вела себя очень странно, отвечала не в попад, и в ее словах было столько ненависти по отношению к нам. Она сказала, что ей уже не нужны ни блюдца, ни планшетка, потому что она постоянно общается с духом, так как он у нее в голове, она слышит голоса внутри себя. Больше после того мы ее не видели. Она просто куда-то пропала, ушла из дома и не вернулась. Запомните, что спиритические сеансы, проводимые, чтобы якобы контактировать с мертвыми ложь. В действительности медиумы не могут общаться с мертвыми. Сатана может убить человека физически, но он не может контролировать дух и душу человека после смерти. Это прерогатива Бога. Поэтому во время спиритических сеансов приходит злой дух, который, зная внешность, привычки и жизнь умершего, выдают себя за того или иного мертвого человека. Они используют все эти знания для того, что шесть избить скорбящих с пути истинного, многие обращаются к медиумам в надежде получить хоть какую-нибудь информацию о близком человеке и после этого начинают интересоваться оккультизмом. Тысячи попали на этот жесточайший из обманов дьявола. Он использует душевные привязанности к умершим родственникам с целью ввергнуть человека в идолопоклонство. Поклонение мертвым распространено повсюду и повсеместно. Многие языческие праздники посвящены именно поклонению душам умерших. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok